итак мы вот собственно набираем наш мешок песком уже практически не знаю просто на 60 видите тут в Индии достаточно неглубокий песок вот уже начинается мокрый песок в принципе мокрый нам тоже подойдет это не проблема хотя тут вот он заканчивается видим уже половину песка на пляж выгрыло вот оставим наверное вот так мы купили три с перепуга мешка оставим наверное тут мешок на ночь обычно тут дожди не идут особо мы уже по крайней мере за последние две недели не видели ни одного дождя может они шли ночью чуть-чуть итак нам надо набрать полный мешок и мы попробуем немножко попрыгать вернее я попробую немножко попрыгать чуть позже потянется наш друг он сидит вот там вот в кафе как раз он решил немножко перекусить за часик до этого им пообещали что минут за 15 сделают но уже он только начал так что ну в любом случае мы пока наберем все и так далее пока все будет готово он уже давно освободится так что в общем так вот продолжаем набирать песок и вернемся с вами чуть позже можно еще чуть позже можно еще чуть позже подкопать чтобы было попроще а то как вода мы трогаем сюда вязко стел хотя их проведем сегодня я что-то не прыгал будет повезло и а и 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 Продолжение следует... Принесли, наконец-то, еду. Прошло довольно долго. Обещали 15 минут, но я думаю, что минут 25-30 не менее. Здесь у нас есть курица, судя по всему, специя. Вот такие, как мы ели в прошлый раз, акулы и остальное. И какие-то острые, наверное, вот эти вот специи дополнительные, не знаю, что это. Короче, вот так выглядит счет. Пишут на обычной бумаге, тут, возможно, был какой-то номер когда-то, а может и не было. Все это очень по-местному, я бы так сказал. Есть новый друг, а там находится Муслим где-то с Габриэль, и они уже ждут меня на Капуэру. Теперь я двигаюсь вдоль побережья. Это пляж называется Аравгольд Бинч. Зазапарил уже, если честно, этими тренировками. Ну, у него вроде хорошо получается, но надо с ним, так сказать, сработаться. Уже меня запыхал, вон садится солнышко. Сейчас я взял камеру, и он снимет, как я делаю, какое-то простое, наверное, ау, колесо, короче, это значит. Что, подержать? Да, ну, пони, солнышко, как-то. Не, не смотришь. Ну, кстати, ну, грант. Вот, ну. Я уже устал. Выдутся. Я уже был гулять, пока Муслим готовится, там что-то дальше нет. Здесь есть какие-то... Кстати, мусор, вот удивительно, вот так здесь хранится мусор. Также есть лодки. Да, думаю, что они, скорее всего, ловят рыбу. Потому что на спасательные лодки это не похоже, они такие основательные. Blue Fink. Голубой Fink. Типа дельфин, наверное, не ловите. Ну, вот лодка, как лодка, там куча сностей, всякая... Лески, сетки, мотор, даже если не снимают его, почему-то, не знаю. Просто завернули у нас все обычно, с собой носят. Вот, ну что, приятелась, подстилка. После того, как я пару минут все засыпано уже песочком. Соответственно, техник здесь лучше не ложить на подстилку, да и никаких продуктов. Я понял, что это же держать закрытым. Тренировки продолжаются. Там еще и продают джебеевки, да, не знаю, как они называются эти продолговатые барабаны. Тоже у них есть название особенное. И у них только вот это бу-ву-ву, такой звук прикольно делается. Вот, он их продает. Но, естественно, цена у них огромная, качество у них низкое. Это все ручная работа, их здесь делают. На них натянута, очевидно, верблюжья кожа, потому что здесь все, в принципе, сделано из верблюжьей кожи. Муслим решил под конец тренировки устроить такую маленькую уличную роду. Это показательное выступление, в котором в игровой форме они проверяют приемы. Последний раз я это делал полгода назад, поэтому сейчас я уже ничего не помню. Да и выдохся порядочно. Видимо, осталось слишком старт. Супер старт. Вот так, это весело и интересно происходит. Вот такие интересные маленькие шоколадки есть. Так, по-барлам. Отнесли фирменные, между прочим, шоколадки. Вот такие вот. 10 и 20 вот такие вот шоколадки. Это 20. Такая вот белая шоколадка 10. Есть маленькие мелкие шоколадки. В общем, на пробу. Вот мы такие две возьмем. И вот такие вот пасты есть. Корица или непонятно чем. 20 рупий всего стоит. 20 рупий тоже. Клабасы, каласы. Сидень. Нутелла. Давайте посмотрим. Нутелла стоит 170 рупий. Поделим это на 3. Сколько это будет? 60 гривен. Моя кабанка. Это очень дорого. У нас могут быть огромные. 70. Вал. Я бы сказал, что в магазине все по 3. Вот так по нашему. Я, конечно, на паре запомка, да. Вот так все тоже будет. Вот разные масалы тут есть. В общем, куча всего тут есть. Полезного и не полезного. Это рис мы уже знаем. 15 рупий всего. Рисовая каша. У нас уже за 10 рупий есть. Вот такой вот ванюш стоит 35. В общем, тут можно, в принципе, на любой вкус купить. Нет, потому что, люди, я не знаю, что это необходимо. Потому что я могу полинфить. Поговорить с фразой традиционной. Еще вот такого. Как? Вот, на правах рекламы посмотрим пиво. Хотя мы пиво брать не будем. Заправ. Вот, но пиво есть. В Индии. Еще выбрать. Вот такая вот карточка Яндекс.Деньги. Болт. Да, на 33. Стрейер. Вроде номер, да? Вроде номер, да? Вот тут смотрят в магазинах все продавцы и люди с улицы. Как он называется? Крикет. Пока наша карточка оплачивается. Как всегда беспровольная наша карточка. Вот, коннекта, к сожалению, его нет с интернетом, поэтому не получился этот способ облаты. И мы сейчас что-то чуть-чуть выложим, потому что мы лишнего набрали. Наличка. Вот такие сумки. Габриэль все думает, думает. Но без экспрессии никто ничего не продаст. Будет цена накручивать и все. Что-то мы никак не можем сторговаться за 350 за сумку для Габриэль. Мы поэтому не можем на ласе выторгивать. Не позволяет харизма у мусульма. Экспрессии нет. Нет. Мы здесь еще собираемся жить довольно долго, поэтому я бы это самое. Ходил бы и ходил бы. Габриэль получила свою сумочку. Теперь она ликует, сейчас изучит ее, покусает. На зуб попробует. Какой закел он. Вот такая сумочка. Мама строга. Мысли можно начало разбирать на тесемочке. Сейчас он 2-3 тесемочки вытащит, и она вся, короче, разлезется. А, здесь нормальный скин. До покупки они ее так тщательно не рассматривали. Но когда сумку купили, началось тщательное рассмотрение, чтобы все работало. Змеечка шик-шик-шик. Мы же ее рассматривали. Ой, мы же это уже сыты. Так, в моем фильме вы не рассматривали ничего. Потом я тут портит сценарий. Привязанность. Вот так вот мы купили. За 350, за 400 рублей сумочку. Мы решили уже особо не торговаться с 20 рублей. У него такие были добрые глаза у продавца. Хотя мы просили за 380, 350. У нас уже не было желания ходить завтра, тут париться. Вот. Ну, собственно, и все. Купили за 400 рупий сумочку из верблюда, как ни странно. Купили за 400 рублей. Спасибо. А, паспорт? Ксеракс. Ксеракс. Какие? Ксеракс. 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 Какие? 3 дня денег. И если я заранчиваю 1 день, ты мне изменил. Ксеракс. Спасибо. Ксеракс. 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 Продолжение следует...